приветствую вас в углу ирмолинца у нас сегодня на календаре 3 марта и я хотел бы поговорить с вами о свободной прессе в свободном демократическом обществе как не относиться как жить с ней как же без нее сейчас из россии пришло сообщение о том что большинством голосов совета директоров эхо москвы принято решение о ликвидации радиоканала из сайта эхо москвы генпрокуратура рф также заблокировали сайт телеканала дождь ранее роскомнадзор потребовал удалить материалы новой газеты медиазоны дождя и других сми за то что события в украине они называли войной это не война это спецоперация по данным генпрокуратуры эхо якобы распространяла материалы с призывами к экстремистской деятельности ложные сведения о действиях российских военных в украине бывший теперь главред радиостанции алексей венедиктов ответил что претензии ведомства не подкреплены никакими примерами никакими доказательствами они являются голословными оскорбительными для журналистов и граждан россии но слушайте какие примеры и какие доказательства война это особое время канал информации должен быть один чтобы в стране было единомыслия тех людей которые этим канал каналом пользуются то есть информация должна смениться правительственной агитацией и пропагандой так представьте есть люди которые думают именно так сегодня в моем радио шоу я услышал такое мнение на войне важно не только какое у тебя оружие в руках но и какой у тебя дух поэтому роль информации становится критически важной значит ее надо контролировать и я задал вопрос позвонившему трудящемуся который явно болит в этом конфликте за украину в россии закрывают сми которые настроены к этой войне критически по-вашему это хорошо он значит запнулся он тут же понял что в нынешней информационной войне закрыты российские сми это по сути союзники украины поэтому закрывать их плохо но раз уж жить по принципам то давайте жить по принципу он мне ответил да российское правительство поступило верно такой вот парадокс человек наверно наверняка не против того чтобы россияне знали правду о реальных событиях в украине но согласно его принципу им лучше знать исключительно о победах своей героической армии авиации и флота какой возраст этого человека для меня это важно я в общем то так трезво смотрю на ситуацию думаю что мне моя моя вернее основная так моя аудитория это люди которым за сорок многие из них родились и выросли в эпоху когда в известиях не было правда а в правде не было известия они это все помнят и тем не менее они считают что правительство должно располагать монополии на информацию но какое объяснение война а не война так ожидания войны жизнь в плотном окружении врага дает право закрывать рот оппозиции но мы через все это прошли в советском союзе мы всю жизнь там жили в окружении врагов поэтому у нас было только одно мнение известие и правда теперь по поводу закрывания рта оппозиции это это только украина только россии свойственно такие действия нет год назад в украине закрыли оппозиционные телеканалы которые принадлежали куму путина формально они принадлежали депутату тарасу казаку от партии оппозиционная платформа за жизнь указ о ликвидации каналов 112 украина news one язык подписал президент владимир зеленский как он объяснял этот шаг очень просто надо страна находится в сложной политической обстановке нужно сохранять если мы хотим сохранить независимость и демократию нам надо проявить строгость то есть добро должно быть с кулаками мы знаем этот старый принцип но как к этому отнеслась например международная общественность тогда считайте за год до войны значит в отчете мониторинговой комиссии он по правам человека говорится цитирую это решение противоречит международным стандартам в области прав человека поскольку ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности и она не было принято независимым органам президент подписал они независимым органом просто президент ликвидировал свою позицию в отчете также сказано об обеспокоенности законопроектами которые были направлены на установление наказания за коллаборационизм с враждебным государством он считает что такие инициативы не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения мирных собраний и объединений и я подчеркиваю это было за год до войны в числе еще списка в списке жертв национальных интересов украины русскоязычная пресса оппозиционная патриотическая несущественно посвященный ей закон требует закрытия с января 2022 года русскоязычных изданий которые не в состоянии выпускать параллельно с русской версией зеркальную украинскую независимо от того есть на нее спрос или нет есть возможность у редакции выпуск создавать вторую украинскую зеркальную редакцию или нет это по сути смертный приговор русскоязычной прессе в украине причем я подчеркиваю он вынесен задолго до войны но вынесен как бы в ожидании войны но во время войны об этом лучше не вспоминать потому что военное время это время черно-белого видения мира и в этом мире украина это светоч демократия россия это мордора страна орков и урок к счастью мы живем в эпоху децентрализации информации когда официальные издания стали играть второстепенную роль в новостном потоке десятки если не сотни блогеров освещают события в украине при этом их смотрят и читают миллионы зрителей но тут вопрос кого слушать голос официального киева алексей арестовича по версии которого украина либо стоит насмерть либо наступает или бывшего сотрудника кгб профессора игоря понарина по версии которого всегда наступает россия как относиться к обращенному к русским солдатам призыву дмитрия гордона бросать оружие расходиться по домам если незадолго до войны он долго и в деталях объяснял почему он разорвал отношения с зеленским у которого из подноса расхищаются миллиарды и который окружил себя полными ничтожествами а министр обороны не разговаривает с начальником генштаба как можно воевать с этими людьми если придет война я признаться был удивлен тем что очень популярный ведущий так долго и так в деталях жалуется на президента но как-то сейчас он стал его защитником большим и защитником его администрации теперь у нас есть очень популярный блогер юрий подоляк у человека больше полутора миллионов подписчиков то есть если я выскажу такое предположение что если мы сейчас возьмем например все официальные средства информации украины и блогеров которые работают в этом ну скажем дружественных блогеров у них не будет полутора миллиона подписчиков только подписчика потому что просто зрителей может быть еще больше люди смотрят но они не обязательно подписываются но его полтора миллиона подписчиков и он дает сводки с фронтов которые кажутся вполне достоверными они впоследствии в большей или меньшей степени подтверждаются развивающимися событиями у него корреспондента во всей стране он получает от них звонки текст месседжи какие-то видеоматериалы он просматривает соцсети он создает такую вполне адекватную картину но при этом он комментирует когда эти события это просто не выдерживает никакой критики я рассказывал об этом своей радиопередаче еще приведу этот пример потому что мне показался таким показательным значит в суммах российские войска встретила проукраинская демонстрация я кстати видел это эту запись действительно там в грузовиках сидят русские солдаты и вокруг там ходит ну может быть две-три сотни людей с желто-блокитными флажками и подоляка говорит демонстрантов не разогнали потому что россия демонстрирует украине как работает настоящая демократия да это так работает настоящая демократия а почему она тогда не работает в россии где участников антивоенных протестов арестовывают в больших количествах оппозиционные издания закрывают то есть вот один и тот же человек он дает как бы такую достоверную информацию о ситуации на фронтах но эти комментарии кому верить в этой ситуации значит сколько видео в соцсетях рассказывают о пленных русских и украинских военнослужащих это просто сидеть и смотреть как сериал бесконечный но какие из этих видео реальные какие фейки потом как относиться к состоянию этих пленных если ты тебя поймают в сети а возьмут в плен да еще тебя ранят я предполагаю что в этой ситуации ты можешь пересмотреть свои взгляды на жизнь потому что эта жизнь может в любую секунду кончится поэтому поведение этих пленных до известной степени предсказуемо что русских что украинских и насколько это состояние отражает настроение тех людей кого не взяли в плен и которые продолжают воевать то есть у этих видео совершенно понятная пропагандистская задача но мы должны помнить что кольцо вокруг киева продолжает смыкаться и не сегодня завтра российские войска выйдут к одессе то есть да эта армия нам говорят деморализована она да может быть она деморализован она движется вперед но как быть вот для меня это вопрос как быть в этом потоке публикаций самодеятельных таких полусамодеятельных профессиональных я могу поделиться с вами своим опытом мы когда хотим получить какой-нибудь важный для нас продукт или сервис мы его сразу не получаем нам нужно как-то потратить время и усилия для того чтобы выяснить качество этого продукта почитать рецензии так далее да и так далее это касается всего обуви продуктов одежды какой-то аппаратуры бытовой техники домов стран теперь мы должны потратить на это усилие и время и тут слушать чьи-то советы или ждать от меня рекомендации что я вам скажу что надо смотреть а что не надо смотреть это пустое дело до добраться до нужной информации очень сложно но для того чтобы добраться нужно предпринять усилия и нужно отделить зерна от плевел на это уходит время и не все на это способны именно поэтому все хотят один источник которому можно доверять и этим одним источником как правило оказывается государственная пропагандистская машина или ее сателлиты и я должен вам сказать что это проблема не только россии или украины я предлагаю вам вспомнить русскую коллюзию которую усердно раздували такие авторитетные издания как нью-йорк-таймс вашингтон пост мсмбс и другие кабельные каналами так что пользуйтесь свободой обилием информации не при при не пренебрегайте ничем ничему не доверяйте ищите сверяйте делайте выводы это работа я повторяя которая требует усилий и времени но как говорится без труда не выловишь рыбку из пруда на этом я сегодня завершаю свое выступление всем большое спасибо молитесь о мире